Тысячи человек за три дня праздник лаванды в Приднестровье. Косметика, чай, аромасвечи, масла, картины. Для самых маленьких – развлечения и аквагрим. Здесь и новички, и те, кто не мыслит жизни без лавандовых фото. Вот и Татьяна с дочерью на празднике третий год подряд. Здесь мы соединяемся с природой. Здесь можно подышать лавандой, тут можно успокоить свою нервную систему, скажем так, и просто кайфануть и телом, и душой. В прошлом году мы сюда приехали второй раз на закат. Я приготовила много всякой вкусной еды, взяли детей. Это был самый красивый закат в моей жизни, потому что он оттенял таким лавандовым оттенком с таким вот таким розовым потоном. Это просто вот можно сесть, это можно медитацию здесь провести. Теперь фото в соцсетях с отметкой Гаяны в разы больше. Пополнил коллекцию и президент Красносельский. Тоже заглянул на фестиваль с семьей. Туристы спешили насладиться волшебным ароматом и увести с собой память о теплом лете. Ажиотаж такой, что приходится тесниться. Каждому хочется выбрать самые яркие соцветия для венка. Мастер-класс по плетению прямо на месте. Самый главный секрет, конечно, это хорошее настроение, потому что без этого ингредиента не получится ничего. Лаванда повсюду. Ее рисуют, укладывают в подушки, пьют чай. На ярмарке от парфюмерии до сладостей все натуральное. Мы сделали зону пикника, где можно приехать со всей семьей, взять пледик, присесть и просто отдохнуть и дышать воздухом лаванда. Также новые фотолокации. В прошлом году у нас детские аниматоры были только в воскресенье. В этом году уже на протяжении всех трех дней. Эти пейзажи влюбляют с первого взгляда. Французский Прованс нет, Приднестровские поля. Их начали засаживать еще лет шесть назад. Каждый куст сажали вручную. И вот теперь это бескрайнее лавандовое море привлекает сотни туристов. Дубосарский район, в частности Гаяна, это у нас вообще такая как раз середина, такая жемчужина Приднестровья. Она очень удобно расположена географически, потому что и из Террасполя, и из Каменки одинаково удобно приехать именно в Дубосарский район. Поэтому лавандовое поле, это, наверное, такая кульминация самого жаркого, самого классного летнего периода. С каждым годом все больше и большее количество туристов узнают об этом фестивале. Уборка лаванды – непростой ручной труд. Срезают стебли серпом. Для туристов – ножницы. Почти каждый участник фестиваля на лавандовых плантациях прихватил с собой пару веточек ароматного растения. Я его вот так вот просто беру, переворачиваю, он сушится, и потом у меня есть такие прозрачные пакетики, я туда просто вот так вот ее снимаю, вот эту вот лаванду, вот эти цветки, скажем так, сухие, и все, и ложу там, где белье, не знаю, в шкаф, или просто так на окно вешаю. Мне очень нравится. Ароматерапия, украшения, воспоминания. Долго пахнет? Да. Фестиваль – короткое удовольствие, три дня, но лавандовые путешествия в Дубосарские поля актуальны еще неделю, пока растения в цвету.